Музыка У кого шесть осталось? Пообщаться играючи. Необычным образом отметили семейный праздник прихожаней главного собора Хабаровска. Как стать ближе? В этой игре нужно составить линию с пяти шариков и поворачивать. Полянка рядом со Спасо-Преображенским собором. На траве развернулся турнир по настольным играм. Участники – мальчишки, девчонки, а также их родители. Каждая семья представляет свое интеллектуальное развлечение. В него должны включиться все. Русское лото, зайцы, которые должны добраться домой, ассоциации. Наталья Якимчук показывает задачку Дженка. Из кирпичиков нужно построить башню. Занятие учат не только думать. Ну, конечно, да. Все хотят эту башню построить, чтобы не разрушилась. И все друг другу пытаются каким-то образом помочь. Не дышать, не шатать, не шевелить. Так семейный праздник проводят впервые. Прихожане храма предложили настоятелю помолиться святым Петру и Февронии, а затем пообщаться в непринужденной обстановке. Жизнь церкви службами не ограничивается. В играх на траве приняли участие 10 семей. Это представители клуба «Растем» вместе с Пасо-Преображенского собора. Игры сблизили не только знакомых. Сюда к нам подошли семьи, которые просто гуляли по площади. Подошли, влились в наши мероприятия вместе с нами. Мы уже общаемся, стоим. Люди первый раз вообще подошли. Так вот интересно. Игра не только помогает, чтобы родители с детьми вместе играли, но и также помогает детям развить самостоятельность. То есть ты можешь дать игру детям, и дети самостоятельно начинают ее познавать. Играть на траве папам и мамам понравилось. Они предложили вместе их преть отмечать особые церковные даты. Играть на траве папам и мамам. Играть на траве папам и мамам. Ничего общего. Многие люди стали проводить параллель между Блаженной Матроной Московской и Вангой. Первую церковь прославила как святую. Кем же является вторая? Меня заинтересовала личность Ванги достаточно давно. Это было лет 13 назад. Как раз в то время, когда очень активно люди интересовались миром непознанного. Узнавали об НЛО, магах. Я не стала разбираться в аспектах того, от кого у нее эта сила. А стала разбираться в вопросах того, что она могла. Юлия журналист. Личность Ванги ее заинтересовала до того, как хабаровчанка пришла в православие. Однако, обретя истинную веру, девушка решила разобраться, кем же на самом деле является так называемое ясновидище. Подозрительных эпизодов в жизни Евангелия Гущерова оказалось немало. Известно, однажды к ней пришел епископ Нафанаил, взяв с собой частичку животворящего креста, того самого, на котором был распят Господь. Ванга была слепой, и она не могла видеть, что это. Когда епископ вошел, то есть она ощутила, что кто-то вошел, хотя была огромная толпа, там постоянно у нее были очереди, шум. И она начала кричать, чтобы человек ушел. Этот человек, который вошел, и она кричала, что он держит в руках это, что я не могу в его присутствии чувствовать себя хорошо. То есть на нее святыни действовали, как... То есть она была, ну, по меньшей мере священники говорят, что это одержимость. Также Ванга говорила и о том, что если она пойдет в церковь к Богоматери, то потеряет свою силу. Сейчас имя слепой женщины нередко звучит в средствах массовой информации. А в Ангелии Гущеровой даже сняли сериал. Те, кто рисует положительный образ так называемой ясновидящей, говорят, ведь она же построила храм. Кощунственное изображение святых. Мы с вами видим неестественное положение тел. Больше напоминает какие-то картины из преисподней. Не пугайтесь, это и есть тот самый храм. Фотографии сооружения поместил у себя на страничке в социальных сетях известный российский адвокат Александр Карелов. Он побывал в Болгарии и зашел в так называемый монастырь, возведенный на деньги ясновидящей. Увидели иконостас, за которым находится алтарь. И вот здесь вот такие изображения святых, если так можно сказать. Очевидно, что здесь изюмопис хотел изобразить Пресвятую Богородицу. Здесь лик Спасителя. И мы можем обратить внимание на икону Святой Троицы, которая обычно располагается над входом, над царскими вратами. То есть здесь тоже проглядываются силуэты трех ангелов, но они, конечно, больше напоминают каких-то мертвецов. А вот православные канонические образа почему-то находятся на полу. Кстати, в так называемом храме на почетном месте красуется портрет Ванги. Вот так, как говорится в Евангелии, по плодам их узнаете их. И многие люди, которые находились в то время в храме, отмечали то, что было как-то не по себе. То есть было очень жутко. И после этого мой знакомый отправился в православный храм, чтобы там немного прийти в себя. В 90-х годах болгарский епископ Нафанаил пытался вразумить Вангу, так как она в своих беседах с людьми пыталась отвратить их от церкви. В то время была большая тяга людей к мистическому, потому что люди изголодались под духовной пищей. И вот в этот момент, чтобы отвадить людей от церкви, от истинной церкви, от христианства, и был создан вот этот псевдо-мистический проект, псевдо-религиозный проект, главным действующим лицом которого была лжепророчество Ванга. Выразил свое мнение по поводу ясновидящей и известный российский сектовед Александр Дворкин. По выводам ученого, Ванга была колдунья, контактировала с темными силами. Даже выходили такие, на взгляд, некоторые резкие книги, в которых действительно священнослужители написаны эти книги, в которых высказывались о том, что Ванга непосредственно она ведьма или колдунья. Люди поговаривают, Ванга же предсказала. По словам священников, достоверных сведений о том, что ее так называемые пророчества сбывались, нет. А вот о несбывшихся известно. Так она убеждала нашего политического обозревателя, впоследствии посла России в Израиле Александра Бовина, в том, что в 1973 году Советский Союз в течение месяца введет войска в Чили. Тот не поверил и правильно сделал. Кстати, представители духовенства предостерегают людей. Ходить к так называемым ясновидящим за предсказаниями опасно. Что самое страшное, происходит так, что сбываются слова отчасти из Евангелия. «По вере вашей будет вам». То есть человек это поверил, но это вера не вера в Бога, а вера, которую человека отвращает от Бога. И вот по его вере сатана, как обезьяна Бога, он может устроить так, что человеку дастся. И очень страшно бывает так, что человек после ухода от целителя, он находится в унынии, потому что ему что-то сказал этот целитель, что-то плохое. Чего на самом деле в его жизни бы и не произошло, если бы он в это не поверил. Таких лжепророков сейчас немало. Стоит заглянуть в ближайшую газету. Люди обольщаются тем, что у целителей в домах и кабинетах приема стоят иконы. Имеется ладан да святая вода. Очень важно знать то, что сатану часто называют обезьяной Бога. И вот все эти внешние признаки часто служат для того, чтобы отвлечь человека от Бога. Казалось бы, вот есть и иконочка. И эта целительница даже может прочитать над тобой какие-то молитвы. Но на самом деле эти молитвы, они обращены не к Богу. А в этих молитвах, если в них прислушаться, очень часто опускаются имена Господа, имена Пресвятой Богородицы. Проблема не только в том, что вот этот орел святости, который есть на Матроне Московской, автоматически переключается на Вангу, кой она святой, естественно, не является. Здесь еще опасность того, что саму Матрону Московскую, как святую, воспринимают так же, как некого целителя. И нередко в этих очередях ты слышишь какие-то странные вещи о том, с какой ноги лучше подойти к святой, в какое место приложиться к иконе, чтобы у тебя было все хорошо. По-настоящему верующий человек никогда не будет вести людей к себе. Так невозможно сравнить с магами да целителями святую Матрону Московскую, скромную, смиренную, ту, что, будучи слепой и парализованной, с благодарностью несла свой крест. Она никогда не превозносила себя, а всех, кто к ней обращался, вела к Господу Богу, Христу. Вся жизнь ее была связана с церковью. Доказаны и тысячи фактов чудес. Кстати, помощь Матронушке люди продолжают получать и после ее блаженной кончины. Мы даже молитвы такой не имеем, которые имеют святые. И они имеют действительно великое дерзновение к Богу и ближе к престолу Божьему, чем мы. Верующий человек, церковный человек, он никогда не будет брать на себя такую дерзость и исцелять человека. Потому что верующий человек знает о том, что главный наш исцелитель – это Господь Иисус Христос. И главная больница – это церковь, куда человек может прийти, где он может получить прощение своих грехов в таинстве и исповеди, где он может причаститься во здравие души и тела. А те люди, которые дерзают на себя целить, исцелять людей у себя на дому или где-то еще, эти люди, они понесут перед Богом очень большое наказание, потому что своими действиями они отталкивают человека от церкви. Что же касается сравнения Матроны с Вангой, вопреки домыслам, похожие женщины были разве лишь фактом физической слепоты? Да и той в Царстве Небесном нет, потому что на некоторых иконах блаженная Матронушка изображается с открытыми глазами. У престола Божьего она предстоит зрячь. Невероятная история. Не такой, как все ребенок, перевернул жизнь хабаровчанки. А еще стал причиной грандиозного проекта, к которому подключились звезды и представители духовенства. Хабаровский дом-интернат для умственно отсталых детей. Здесь живут те, кого сюда поместили на воспитание родителей и другие малыши, от которых мама и папа отказались совсем. Среди последних Илона у девочки с синдромом Дауна. Теперь у Илона есть друг Екатерина. Когда-то девушка приехала в качестве добровольца в казенное учреждение. Просто хотела подарить частичку тепла малышам. Жаль было многих детей, но... Мне кажется, она сама меня выбрала. Побежали все дети. И только все дети начали обнимать, а она подошла и как будто позвала в другую сторону. Мне хотелось посмотреть, что она мне предлагает в дальнейшем. Пойдем? Ой, похудела-то у меня. Пойдешь бегать? Екатерина встретила малышку в тяжелое время своей жизни. Мир был в мрачных красках. У меня было такое состояние, что... Я очень переживала из-за своей болезни, и мне хотелось понять вообще, для чего я живу. Когда я встретила этого ребенка, она меня поразила своей жизнерадостностью, своей смелостью. Радовала солнцу, теплу. На нее посмотришь, да, и вот к ней сразу какая-то возникает симпатия к ней. Она такая активная девочка, она такая вот ласковая девочка. Но чувство возникло не сразу. И Луна была одной из многих детей, которых была жаль. Прошло действительно много времени, когда эта жалость переросла во что-то другое. Тогда Екатерина знала о подобных детях немного. Она зашла в интернет, пообщалась с родителями малышей. Знала, что в принципе, ну это не страшно быть мамой такого ребенка. Однако немало дальневосточниц отказываются от особенных детей. Причина не только в диагнозе. Я когда говорила с родителями, они рассказывали о своих впечатлениях, о своих эмоциях, когда узнали, что у них такой ребенок. На самом деле страшно, потому что тебя не принимают близкие, не принимают общество. Поэтому нужно не только верить в себя, в ребенка, а еще пытаться изменить это общество. Девушка решила привлечь внимание общества к подобным детям. Задумала устроить фотосессии с известными людьми. И верила, и боялась. Уверенность в Кате вселил известный актер и музыкант Игорь Ристеряев. Девушка узнала о его гастролях в Хабаровске и написала письмо. На следующий день после концерта он мне позвонил по телефону и сказал, что через час он будет готов к съемке. И мне за этот час надо было найти фотографа, найти ребенка, привезти их в одно место, при том, что я была на работе. И после этого, как это все получилось, я поверила, что да, проект будет, и нашлись люди. Идею поддержал информационный отдел Хабаровской епархии. Его представители взяли на себя организацию съемок. Малышей сфотографировали с митрополитом Игнатием, бойцами инкратиона, участниками трековых гонок, хоккеистами, дрифтерами. Если, скажем, большие артисты там имеют таких детей, живут с этим и нормально живут, я считаю, что если Бог дал жизнь, значит человек живет. Нужно идти до конца, это как-никак, это ребенок, ну, свой, скажем так. Если свой ребенок в таком положении окажется, я буду всегда до конца с ним. Когда я столкнулась с этими детьми, у меня тоже был такой момент, когда я не знала, как себя отложила, что это какие-то особенные дети, какой-то особый подход к ним нужен. Оказалось, все совсем не так. У них у всех свои увлечения, свое какое-то мировоззрение, свой характер. Они нам сами подсказывали, как себя вести. Они тебе рады. То есть мы забыли, что такое радоваться друг другу, просто так искренне радоваться. Любить за то, что ты просто есть, не за что-то. Для фотосессии выбрали детей, которые живут в семьях. Малыши счастливы, мамы и папы вместе. Оказалось, нередко подобный ребенок скрепляет отношения. Не зря проект назван «Синдром радости». Это ничего страшного. Бывают случаи похуже, как нам сказали на комиссию, когда мы пришли. Вы не переживайте. Бывают еще хуже гораздо, когда я не переживаю. Мысли о том, чтобы оставить ребенка, даже такие не посещали. Хотя, конечно, жутко уговаривали. Фотографироваться нравится тебе? Нравится. Нравится. А что еще тебе нравится? Ответ. Это никаких особенностей. Воспитываем, как обычного ребенка. Никаких. Ну, может быть, только что больше баллов. Но это потому, что поздний ребенок, девочка. Маша любит рисовать и фотографировать. По дому ходит с планшетником и делает снимки. Наверное, скоро займется спортом. Насмотревшись Олимпиады, загорелась научиться кататься на коньках. Говорят, что они немножко отстают развитие. Но хочу сказать, что Маша очень даже такая умная, даже хитрая девочка. То есть они знают, чего хотят и добиваются, как говорится, в жизни. Приходится подстраиваться под Машу. Детки эти, если их развивать, если с ними заниматься, у них вот развивается вот такой творческий потенциал. Родителям не нужно бояться. Нужно любить этих детей. Нужно развивать их. Вкладывать в них. Вводить их куда вот записывать какие-то, ну, кружки. Между тем, есть люди, которым синдром Дауна не помешал добиться того, что подсело немногим их здоровым ровесникам. Знакомьтесь, Паула Саш, актриса и адвокат. Ирина Ланговая, участница Олимпийской сборной «Игрь-2011» в Афинах. А это Паскаль Дюкен. Он получил Оскара за лучшее исполнение мужской роли в бельгийском фильме «День восьмой». Накройся, не чувствуешь, что идет дождь. Мой друг, мой друг, мой друг. На, вытирай сигарочки. Покажи, как тоночки вытиралишь. Покажи. Сделала большое дело и маленькая Илона. Она перевернула мой вообще мир. Не стала мне задуматься о важных вещах. И я пересмотрела всю свою жизнь и пришла к другим выводам. Она меня, можно так сказать, научила быть счастливой. Ну, просто так, независимо от своего состояния. Теперь Катя хочет сделать кое-что и для Илоны. Этот ребенок, он тоже личность. И у него тоже есть свои таланты. И у меня есть возможность помочь развить эти таланты, помочь ему прожить свою жизнь уникальную. Я хочу стать ее мамой, потому что люблю ее, полюбила. Я хочу стать ее мамой, потому что люблю ее. Я хочу стать ее мамой, потому что люблю ее. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Smackен! 秒 тогда обязательно! Вorta! Повсичение! Продолжение следует...